Добрый день, дорогие друзья! На часах 13.05, это значит, что пришло время универсального формата в студии Юлия Север. Я рада приветствовать всех вас, ну и, наверное, хочу особенно поприветствовать тех, кто говорит, что молодежь уже не та. Вот сегодня как раз будем разбираться, а та ли молодежь, насколько она не та, собственно говоря. Ну, конечно, наверное, сейчас она более активна, более целеустремленна и творческая. Лично это мое мнение. Но я думаю, сегодня и оно станет вашим, потому что сегодня у нас, как раз, представители самой активной молодежи. Я рада приветствовать не только гостей нашей студии, но и гостей нашего города. Итак, знакомьтесь, это у нас Ремира и Павел. Здравствуйте! Ну, хочу сказать, что приехали ребята из Москвы, целой делегации. Сегодня познакомимся, наверное, со всеми участниками делегации. По какому поводу приехали, зачем, с чем, опять же? Я думаю, все это доверим как раз нашим гостям. Ребят, ну рассказывайте, как оказались в Самаре, по какому поводу? В общем, в Самару мы приехали в ходе проекта «Открывай Россию». Это большой наш проект Московского молодежного и государственного центра Департамента культуры Москвы, который направлен на то, чтобы познакомить молодежь Москвы с городами России. Как бы Москва живет в своем неком собственном мире, и, как правило, даже молодежь мало что знает о своей собственной стране. Поэтому мы решили, что лучше будет объединять активную молодежь, выбирать из них лучших и проводить некие поездки в виде делегации, чтобы ознакомить людей, молодых людей с прелестями нашей страны. Самара уже не первое по счету, в общем-то, наше место посещения. До этого было Уан-Удэ, Казань, Томск. Почему мы сюда попали? Город-миллионник, город на Волге, стратегический на самом деле город, поэтому я считаю, что это одно из тех мест, которыми нужно гордиться, нужно знать об этом. Вот такими судьбами мы сюда попали. Слушайте, очень приятно слышать о своем городе такие лесные речи. Я надеюсь, что понравилось, Павел. Ну, вообще, по первому впечатлению, как Самары? Первое впечатление – это архитектура. Она действительно впечатляет. Она здесь довольно интересная, разнообразная, на мой взгляд. Ну, это действительно впечатлило меня. Ну да, она сочетается. Такая старая Самара, такая еще губерния, да, и какие-то уже новые, современная архитектура, новые дома. Вот это сочетание вы имеете в виду? Ну, да. Хорошо. Ребят, ну, я так понимаю, то, что все-таки делегация собиралась, ну, не из простого народа, да, Москвы. Действительно, это активная молодежь, это социально значимая, социально направленная. Расскажите, пожалуйста, как, собственно говоря, формировалась делегация, из каких именно вы организаций, ну, вот эту историю? В общем, я сам лично представляю именно молодежный центр, который и организовывает эту поездку, который и создает этот проект. Так как мы работаем с огромным количеством организаций, у нас множество партнерских, у нас есть некий пул, как бы, людей, с которыми, которые мы всегда можем, как бы, написать, позвонить. Вот у нас такая-то поездка, вот мы хотим пригласить кого-то отсюда, отсюда, отсюда. Естественно, они тоже заинтересованы в том, чтобы предоставить лучших, показать лучшим нашу страну, поэтому с этим проблем нет, желающие есть. Мы отбираем, естественно, по тому, какую они пользу могут принести, потом непосредственно Москве, увидев что-то в регионах. А вот у них так, ну, давайте сделаем, может быть, у нас вот так. Хорошо, Павел, откуда, собственно говоря? Я представляю волонтерский центр Института геодезии и картографии. Собственно, вот мы развиваем это направление в нашем ВУЗе, и хотелось бы посмотреть именно организацию внеучебной деятельности в других городах, вообще в России, и, собственно, с этой целью, ну, и, конечно, посмотреть другие города России, знакомиться с ними. А в качестве вот участника проекта первый раз, или бы уже был в другом городе? Нет, здесь я в этом в этом проекте первый раз, да. Хорошо. Ну, собственно говоря, когда предложили, вот, Паш, ну, вот есть такая возможность поехать в качестве сбора делегации, да, сразу же вот пришел ответ тебе на ум, что да, поеду, интересно, либо все-таки колебался, ну, расскажи. Нет, я сразу согласился. Не так давно мне об этом сообщили, но я без раздумий, конечно, поеду. Ну, давайте немножечко расскажем о времени вашего пребывания. Я так понимаю, что вы, в принципе, ненадолгий до срока у нас в Самаре задержитесь. Немножечко о программе кратко, потому что, действительно, еще будут ваши коллеги дополнять. На сколько дней приехали? Мы приехали, получается, на пять дней, если полных. Прибыли мы в среду, вечером. Нас встретили при теплый прием. Приехали в город, нам немножко рассказали о нем. Сразу хочу от себя сказать, мне понравилась вот эта, я не знаю, глобальность города. Вот у нас там холодильник на столько-то тысяч людей. Вот у нас самая большая площадь в городе. Конечно. Вот у нас все самое-самое на весь Советский Союз. Там протяженная набережная и так далее и подобное. Да, да, в общем-то, рекордсмены. Сразу это бросилось в глаза. Мы планируем посетить молодежные организации, молодежный парламент, увидеть, как развивается в город для молодежи какие-то культурные мероприятия, потом познакомиться с прессой, вот что мы, в принципе, и делаем сейчас, как это все освещается для молодежи. И один из дней, это у нас Самара космическая. Это то тоже, что вы очень хотите нам показать, а мы очень хотим увидеть. Действительно, этим мы гордимся. Я думаю, если вы даже приезжали по улице Ленина, то наверняка уже увидели большую-большую ракету. Ну, это наша тоже гордость. Поэтому с радостью поделимся, с радостью представим ее. Есть вот, я так понимаю, что Самара все-таки это был тот город, который захотела увидеть молодежь Москвы, который действительно, ну, миллионник, значимый город. Есть еще такие города, в которые вот именно вы, по крайней мере, вдвоем хотите отправиться? У каждого спрошу по отдельности, конечно. Вот, Паш, ну, какой город, не знаю, нашей необъятной матушке России тебе нравится, тебе хочется увидеть? Ну, трудно сказать. Конечно, я с удовольствием в любой бы съездил. Я практически, я мало где бывал. Так что, ну, трудно ответить на этот вопрос. Конечно, каждый город, он интересен чем-то. И везде хотелось бы побывать. Ремир, есть какие-нибудь предпочтения? Я так как немножко знаю чуть больше, я могу сказать наперед, какие города мы посетим. Это будет Воронеж, Калининград, Екатеринбург в дальнейшем. Что бы я хотел посетить? Я действительно тоже очень мало бывал по стране практически. То есть Москва, Подмосковье, что-то близлежащее. Вот, поехать куда-то дальше, мне бы очень хотелось. Абсолютно любое место. Я считаю, нам есть что посмотреть, и нам есть чем гордиться. Слушайте, замечательно. А как вот выбирались города, собственно говоря? По каким-нибудь дружеским связям? Либо вот так ткнули в карту? Хочу вот сюда, и все. Ну, хочу вот сюда, это, конечно, тоже стимул, чтобы найти друзей, найти контакты. А так у нас есть уже некие люди в регионах, которые и к нам приезжали, и зовут к себе в гости. Поэтому они в состоянии предложить нам некую программу. Они уже лучше знают, естественно, как жители города, что нам стоит посмотреть. Поэтому все-таки здесь некий баланс пытаемся соблюсти. Ну, я вот в начале передачи заявила, да, то, что многие говорят, молодежь уже не та. Вот обижает это? Я, собственно говоря, как тоже считаю себя представителем молодежи, меня лично это обижает. Ну, почему это вот нас так вот недолюбливают? Хотя, с другой стороны, действительно, мне кажется, мы активны, очень интересны. Сейчас такое поколение амбициозное. Вот вы поддерживаете мое мнение или наоборот как-то вот? Павел, я киваю, это вот что-то, видимо, хочет сказать. Давай. Ну, поддерживаю. Ну, конечно, смотря где и смотреть эту молодежь. Так-то, да, молодежь, она активная, она развивается и многим новым интересуется. Так что, да, согласен с вами. Хорошо. Ремир. Я вообще считаю, молодежь уже не та. Это даже некий комплимент, потому что мы самая быстро развивающаяся группа людей, поэтому всегда на нас взрослые будут смотреть несколько вот так, косым взглядом. И мы также, наверное, будем смотреть через годы. Но молодежь должна держать марку самой быстро развивающей, самой модернизированной группы людей, которые всегда изучают что-то новое, хочут чего-то нового. Поэтому я не вижу в этом большой проблемы. Ну, замечательно. От вас какие-то слова пожелания, наверное, самарской молодежи? Быть может, благодарность кому-то, кого уже успели узнать у нас здесь, на нашей самарской земле? Прямо можно в камеру? Пожалуйста, ребят. Я хотел бы поблагодарить департамент культуры в первую очередь. Я, может быть, не знаю, как точно называется ваше учреждение. Спасибо за то, что вы уже нас приняли, за то, что нам сделали программу. В свою очередь я готов пригласить вас в Москву на наше мероприятие. Я думаю, вам тоже будет интересно увидеть, как у нас. Давайте дружить и сотрудничать. Павел. Привет, Самаре. Привет, самарские молодежи. Да, привет, Самаре. Молодежи, развивайтесь, работайте. Все. Хорошо. Кратко, сестра таланта, как говорится. Ребят, спасибо, что сегодня посетили нашу студию. Встречаем ваших, собственно говоря, коллег, наверное, уже, которые единомышленников, уж точно. Ну, а прежде я хочу сказать то, что самарская молодежь действительно творит очень много интересного, очень много проектов. И вот, наверное, на мой взгляд, один из самых интересных проектов, реализованных самарской молодежи. Сейчас увидим, узнаем в сюжете. Магазин «Любимый размер» приглашает на осенне-зимнюю коллекцию одежды больших размеров. Ждем вас по адресу. Самара, Высоцкого, 8. Необычная конструкция, ничто иное, как муравейник. Идею этого многоквартирного жилья ученые подсмотрели у самой природы. Весной и новоселы прибудут. Из леса муравьи переедут на ПМЖ в Музей занимательных наук. Необычные экспонаты здесь позволяют наглядно увидеть законы биологии, химии или физики в действии. Пройдем эксперимент, да? Включаем, берем мяч, опускаем. А почему он не падает? А вот почему он не падает? Так как он круглый, его воздух равномерно со всех сторон вот так вот обтекает, обдувает. И он как бы внутри воздушной струи оказывается. Но если будет квадратный мяч, то он уже будет неравномерно обдувать, и он просто выпадет из воздушной струи. Музей занимательных наук стал лучшим проектом на конкурсе бизнес-идей, который проводила Градская дума в прошлом году. Депутаты решили проверить, как удалось реализовать занимательную идею. Когда ребенок будет приходить сюда и видеть вот это все, у него придет понимание, у него придет интерес к этому. Если это ребенку интересно, он этим будет читать, будет этим заниматься, будет развиваться и вполне вероятно придет к своей профессии. И городские депутаты, и их молодое пополнение члены общественного молодежного парламента признаются. Столько открытий для себя за один день еще не совершали. Все, что нам показывали, здесь опыты, это не чудеса, не волшебство, это результат действительно науки, работы. Среди экспонатов есть и разработки самарских студентов и предприятий. Струйный принтер изобретений студентов Аэрокоса. В качестве краски вода и цветной свет. А этот кулер вырабатывает воду из воздуха. Возможно, в будущем эти идеи лягут в основу отдельных бизнес-проектов. А пока они лишь подтверждают – чудеса случаются. Дело молодое. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Я рада представить наших следующих гостей. Опять же, ребята из Москвы, делегация. Что ж, ребят, представлю, наверное, всех поименно. Это у нас Лилия. Лилия, здравствуй. Здравствуйте. Юрий. Здравствуйте. Ну и Георгий. Здравствуйте. Ребят, ну, немножечко ваши коллеги рассказали нам, да, что действительно Самара выбрана как один из городов, чтобы посмотреть, себя показать. Собственно говоря, что, зачем вы попали в этот проект, зачем вы захотели приехать в Самару, ну, не только в Самару, а в другие города, быть может, даже поедете. Вот именно ваша цель, какую вы цель преследовали? Юрий, ну, давай уж, коль посерединке расположился, тебе и отвечать. Нет, не отвечать за все, короче говоря. Смотрите, на самом деле, я, как вот человек, который очень любит путешествовать, не только по России, но и по всем различным другим странам, когда я услышал, что можно поехать в какой-то другой город, для меня это всегда какое-то событие, и событие очень интересное. Плюс ко всему, в данный момент я руковожу общественной организацией в институте в своем родном, в Московском энергетическом. Привет ему. Привет, Московский энергетический. Вот, и поэтому, когда нам сказали, что мы будем встречаться с другими вузами, и в том числе с молодежными объединениями другими в Самаре, подумал, почему бы и нет, почему бы не познакомиться, наладить какие-то контакты, скажем так, и в дальнейшем пригласить ребят к нам уже, скажем так, в Москву, казать в Москву. Хорошо. Юра, ты сказал, что руководители своей, ну, организации, свои университеты, что это за организация, чем занимается? Это профсоюзная организация студентов МЭИ. Мы занимаемся в первую очередь защитой прав студентов. Это наша основная задача. Ну, и по остальным направлениям, у нас их очень много, все перечислять не буду, но в основном это тоже волонтерство, благотворительные мероприятия, социальные направления, спортивные, у нас автоклуб есть, радио своего института. Это достаточно, скажем, такой большой блок различных направлений, и также мы организуем культурно-массовые мероприятия. Замечательно. Такой прям широкий спектр-то у вас деятельности, поэтому трудно возглавлять руководителя, на своих плечах держать. Иногда трудно, но в основном это интересно. Такая, знаете, не работа, это не работа, это деятельность, любимая деятельность, которая приносит удовольствие. Слушайте, я вас поддерживаю, потому что, мне кажется, студенчество это вообще вот самая такая яркая пора, которую надо вот практически высасывать, да, все позитивно, и вот из каждого дня, потому что действительно, ну, мне кажется, более яркого, более позитивного времени, чем студенчество, наверное, не будет. Хотя, может быть, будет, если ты активная молодежь, если ты активный человек по жизни. Лиль, расскажи, пожалуйста, ты нам, вот Юрий нам ответил, что он любитель путешествовать, и вот эта любовь его, собственно говоря, подтолкнула на этот проект. Какую цель ты преследовала лично? На самом деле, я тоже люблю очень путешествовать. Какие собрались-то путешественники, смотрите. Да, и не раз была в разных регионах именно России, то есть это и Алтай, и Кавказ, и вот в Уфе было, и мне очень нравится тоже путешествовать, на самом деле. Интересно узнавать что-то новое, в каждом городе находить то, что тебя притягивает. Как попала в проект? Я попала с помощью движения ВАУ-волонтеры, то есть они достаточно плотно общаются между молодежью, то есть это вот открывая Россию, и как бы они предложили, и я согласилась. То есть, опять же, вас вот объединяет, собственно говоря, активная позиция, потому что я вот слышу, да, все организации, которые представлены в вашей делегации, они все разные. Я так понимаю, что даже, наверное, нет одного человека из двух, точнее, два человека из одной организации. Нет такого? Не спрашивали? Нет, нет, все разные, но направления у них так похожи. Потому что я тоже представляю студсовет РКГУ, и мы тоже помогаем студентам как-то освоиться. Ну, в основном я работаю с первокурсниками, пытаюсь как-то в общежитии, вот я представляю студсовет, и мы помогаем адаптироваться в Москве, как-то помогаем им всеми правдами и неправами. А сам, скажи, пожалуйста, коренной житель Москвы? Нет, я сам из Орла приехал, и вот так получилось, что попал в студсовет общежития, сейчас там занимаю активную позицию, продвигаем свои проекты. То есть, на собственном примере показываешь, на собственном опыте, как вообще узнать Москву и нагороднему жителю, правильно? Да, и вот выезды, вот я только недавно тоже, этот молодежный центр там был выезд, он тоже был посвящен адаптации нагородним студентам, там тоже продвигали программы, выдвигали какие-то вот проблемы, решения, и вот только вот с выезда, и сейчас вот снова полетели в Самару, то есть вот я проникся этим духом выездов, новые знакомства, путешествия, новые идеи, чтобы потом что-то привнести в свой вуз. А в каком университете учишься? Российский государственный гуманитарный университет. Какая прелесть. А на кого, если не секрет? Я изучаю историю религии. Ой, слушай, вообще очень интересный у нас сегодня гость присутствует. Ну, как, думаю, и, в принципе, все представители вашей делегации. Ребят, ну, с Самарой, ну, не могу не спросить, я очень люблю этот город, и поэтому у каждого, наверное, буду сегодня интересоваться. Чем привлек город? Что хочется узнать? Может быть, что знали уже о Самаре? Слышали какие-то мифы, легенды, быть может? Ну, расскажите, пожалуйста. Самара привлекла свою архитектуру, там много модерна. Я просто любитель архитектуры. Еще мне очень понравился кафедральный собор, он очень-очень красивый. Ну, вот, что слышал о Самаре, ну, вот, поблизости Тольятти, Лада Самара, это, наверное, первая ассоциация была. Ну, вот, интересно узнать, где же люди, потому что мы ходили вечером как-то. Ну, понятно, что рабочий день, но как-то очень мало гуляющих людей. Ну, мы были в историческом центре, может быть, конечно, они где-то в своих районах были, но все-таки интересно, где же люди. А у нас много храмов, если уж ты так заметил. Да, мы заметили то, что это еще евангелический и литуранский собор, это очень привлекло меня, я всегда спрашивал, где что, какие храмы, чтобы показали. Хорошо. Юр, ну, что узнал, что посмотрел, что приглянулось, что сфотографировал? На фоне чего сфотографировался уже? Буквально позавчера нам провели сумасшедшую интересную экскурсию, на самом деле. Хотим, кстати, поблагодарить, наверное, да, нашего экскурсовода. Очень отлично провела все, показала. И очень глубоко у нее именно развит уровень знаний о Самаре. Она действительно любит город. Мне кажется, вообще, каждый житель Самары любит Самар. Есть такое ощущение, что вы постоянно говорите про то, что у вас там самое-самое-самое. Действительно, это очень круто, очень здорово, что вы так относитесь к своему городу. С такими трепетами и теплотой, короче говоря, вот так. Зачем, где-то сфотографировался, да я не знаю, где мы сфотографировались. Мы где-то сфотографировались, везде, наверное, где только можно. Мы посмотрели туристическую Самару в основном, немножко заглянули в нетуристическую Самару. Она не такая привлекательная, скажем так. Ну, у каждого города есть свои минусы и плюсы. На самом деле, мы, наверное, говорим, что мы любим Самару даже не за что-то, а вопреки. Вопреки каким-то, может быть, недостаткам, которые присущи, наверное, каждому городу, но мы ее любим действительно, потому что она хорошая, она родная. Я думаю, каждый свой город, наверное, тоже так же любит, так же как-то ценит. Лили, ну, что понравилось в Самаре? Рассказывай. На самом деле, все было очень быстро, но хочется еще поближе узнать, все пройти, посмотреть. Так, набережная, вот, на самом деле, вечерняя набережная была очень красивая. У нас не так давно открылся памятник первому воеводе, поэтому, я думаю, если вы посмотрите, он такой грандиозный, грациозный, очень интересный. Ну, и вам еще предстоит экскурсия «Самара космическая», немножечко вам завидую, потому что, действительно, это интересно, вот, честно могу сказать вам. Поэтому, какие-то свои пожелания, наверное, молодежи, Самары, быть может, опять же, благодарность, но уже немножечко говорили, да, экскурсоводам, что молодцы ребята. Друг другу, я так понимаю, что люди незнакомые были до этой поездки, насколько активны, насколько интересны, вот, не знаю, может, как-то передадите, я понимаю, что они сидят буквально вот у нас за камерами, ну, а почему бы и нет. Привет, ребятам. На самом деле, я бы хотел пожелать молодежи Самары, чтобы люди, молодые люди, девушки и парни, ценили время это, которое сейчас у них есть, именно то время молодости. Потому что, мне кажется, студенчество и молодость в целом, конечно, человек может быть вечно молодым, но студенчество второй раз вряд ли кто-то может пережить. Именно ту атмосферу объединений, организаций студенческих, она неповторимая. И вот, если это время проводить где-то в социальных сетях, или просто сидя дома за компьютером с играми какими-то, ничего в жизни, в принципе, в дальнейшем, мне кажется, не достигнешь. Очень сложно будет это делать. Прекрасные слова, вот можно даже, ну, давай опять. Да, да, все хорошо. Потому что вообще супер, я прям, конечно, тебя поддерживаю. Студенчество, это самое, наверное, такое интересное, молодость, самое интересное время. Лиль, что желаешь, кому приветы? Ну, хотелось бы пожелать, чтобы берегли этот город прекрасный и старались следить за культурой этого города. Хорошо. Георгий? Я желаю, чтобы все студенты были очень активными, чтобы они продвигали свои организации, продвигали какие-то проекты, сделали жизнь лучше, потому что вы будущее этого города, и, конечно, нужно следить, поддерживать, следить за своим городом. Ну, и, конечно, не знаю, наверное, чтобы студенты даже из разных вузов дружили, взаимодействовали, потому что если уж сейчас такая пошла тенденция, то, что молодежь разных городов дружит, да, и как-то вместе существует, я думаю, то, что в одном городе уж точно нельзя соперничать. То есть поддерживаете? Конечно. Ребят, буквально вот такой экспресс-опрос, что составило вас сегодня улыбнуться? Лиль? Ну, вот, наверное, мой вопрос, потому что улыбаешься. Хорошо. Юра, что составило улыбнуться сегодня? На завтрак гречка, я ее ненавижу, поэтому, когда я увидел, я улыбнулся. А вчера именно как раз, мы про нее говорили вечером. А, ну, возможно, ну, не дай бог. Не дай бог, едет гречка, и она попалась, и улыбнулась. Хорошо, замечательный подход к ситуации, которую не хочешь. Георгий, что заставило улыбнуться? Ваша студия, первый раз вижу студию, поэтому все новое. Что ж, аналогичный вопрос мы задали жителям нашего города. Интересно узнать, что же заставило улыбнуться их? Да, конечно. Давайте посмотрим, а после встречаем новых гостей. Улыбнуться? Ну, я вообще часто улыбаюсь. По каким-то определенным причинам? Нет, не по определенным причинам. Никаких определенных причин. Нет, ну, просто я не вижу веских поводов для грусти. Сестра. Встреча с сестрой. Все. А вообще часто в жизни бывают моменты, которые заставляют улыбаться? Да, много. Это брат, сестра, мама, разные мелочи. Моя сестра тоже, потому что меня родственники мои постоянно заставляют улыбаться. Особенно моя сестра, она вообще самый родной человек для меня. Ну, вот, во-первых, вы. Во-вторых, ну, какие-то такие положительные эмоции бывают каждый день. И только белые и черные полосы, ежедневные. Утро. Хорошая погода, солнышко. Ну, и дальше по списку. А какие поводы для улыбок находите вообще? Всякие. Внуки. Ну, хорошая погода, приятные сообщения. Что-то красивое вокруг себя. Настроение хорошее. А вообще улыбка помогает в жизни? Всегда надо улыбаться. По жизни помогает. Ну, какие поводы? Ну, как у детей дела. Работать я уже не работаю. Хорошая погода, солнечная. И счастливый момент в жизни. А вообще часто улыбаетесь? Да. Очень я счастливый человек, всегда улыбаюсь, стараюсь не густеть. Что ж, ну, а у нас сейчас просто-напросто красота в студии. Три девицы на диване. Скажем так, здравствуйте, дорогие наши гости, гости нашего города. Представлю всех по имену. Это у нас Анастасия. Анастасия, здравствуй. Маргарита. Здравствуйте. И Екатерина. Здравствуйте. Девчат, ну, многое было сказано действительно о целях проекта, о своей заинтересованности в этом проекте. Ну, у вас, наверное, хочу все-таки в первую очередь спросить, вот когда предложили, собственно говоря, вам побывать в таком проекте, побывать в разных городах, как долго думали, не задумывались ли вообще, как отбросили дела? Я думаю, я понимаю, что вы очень активны, да, очень заняты, наверное, и вот все-таки как вы все-таки с этими-то делами распрощались на какое-то время? Ну, это было, действительно, это улыбнуло, можно сказать, потому что просто звонят, говорят, вот через день хочешь в Самару, и ты говоришь, да, я хочу в Самару, просто потому что, ну, я люблю это, и готова, в общем, в любой момент куда-нибудь поехать, вот, тем более с интересными людьми, поэтому... То есть, Анастасия, такая легкая на подъем, да, вот прям... Ну, стараюсь. Чемодан всегда собран, я так понимаю. Стараюсь, да. Хорошо, Маргарита, ну, вспомни, пожалуйста, буквально, как там было-то 2-3 дня назад? Ну, на самом деле, я не такая легкая, как Настя на подъем. Мне было очень сложно, потому что я работаю в организации поддержки молодежных инициатив. Наша организация занимается проведением различных масштабных мероприятий в Москве и Московской области. Вот, и на базе нашей организации есть еще детские центры. Это центры раннего развития, досуговые центры, молодежные центры. Как раз-таки я руководитель одного из центров раннего развития. К нам уходят детки, молодые семьи, мамочки, папочки, вот. Да, и достаточно сложно было с ними попрощаться на столь долгий срок, так сказать, вот. Все мне, конечно, пожелали удачи, сказали, ну, посмотри Москву, узнаешь, что там такого интересного. Интересного, да, да, да. Потом приедешь, все расскажешь, вот. На самом деле, у Москвы очень, ой, то есть Самара очень понравилась, да. Всем передаю пример самарцам, потому что настолько нас хорошо здесь встретили, тепло, доброжелательно. Поэтому всем спасибо огромное. Хорошо. Екатерина, расскажи, пожалуйста, собственно говоря, вспоминай, как позвали, как согласилась. Ну, у меня сестра работает тоже в поддержке молодежных инициатив. Она мне позвонила просто за буквально 15 минут до регистрации, сказала, хочешь в Самару поехать? Я такая, да, конечно. И как бы все, я собралась и поехала. Я так понимаю, Екатерина, как раз тот пример, когда у девушки в сумочке должно быть все, да, и фата, и загранпаспорт на всякие случаи жизни. Вот так вот быстро все собралась? Хорошо. Настя, ну, вот Маргарита немножко рассказала, да, о своей деятельности, об основной своей деятельности. Чем ты занимаешься? Ну, какой социальной направленности придержаны? Ну, я занимаюсь волонтерством. На самом деле, вообще, ну, не так давно в этой сфере, меньше года. Ну, мы помогаем на всяческих больших мероприятиях в Москве, таких как День города, ну, там, например, футбольный чемпионат среди инвалидов, нас бы мы там помогали. И также занимаемся деятельностью такой, что мы, ну, привлекаем волонтеры, еще молодежь, более молодую. В общем, ездим на выезды, собираемся стать наставниками, вот, нас для этого обучают, очень интересно и очень быстро, в общем, дают все возможности быстро продвигаться и участвовать в многих-многих мероприятиях, не только в Москве, но вот и в России. Девушки, я вот, на самом деле, смотрю, вы такие все милые, прелестные, знаете ли, то, что о Самаре говорят, что Самаре самые красивые девушки. Вот, вот, вы слышали, да, такое? Да? Не спутали вас, случайно, с коренной жительницей Самары? Пока нет, мы еще не встречали людей, молодых, так скажем, которые бы встретили нас. Ну, вот, скажите, пожалуйста, вообще, да, нам говорили о каких-то достопримечательностях, о каких-то архитектурных особенностях нашего города, а вот именно люди, вот, как вас встретили? Люди, а сами скажите, пожалуйста, вы именно из Москвы или из какого-то другого города? Родом, я имею в виду. Я родом из Пермского края, город Чайковский, и, как бы, здесь я встретила очень мало-мало людей на улицах, и, как бы, я думаю, может быть, ближе к пятнице мы кого-нибудь встретим уже... К вечеру. К вечеру, да, что будут все отдыхать, ходить по набережной, там мы самая большая набережная слышали, видели. Вот, а так встретили вроде все хорошо, очень радушно. То есть пока вот, ну, немногочисленные попались вам компании пешеходов на улице, но из-за этого, в принципе, такой образ жителя города Самара положительный. Правильно? Хорошо. Девушки, скажите, пожалуйста, ну, вот, нам в первой части программы сказали то, что еще предстоит посетить много городов, уже некоторые города уже осмотрены, скажем так, да, познакомлены с этими городами. Вот из списка городов, которые предстоит посетить. Есть ли какие-нибудь, в которые хотели бы побывать, собственно говоря, в которые уже, вот, забиваете мне, пожалуйста, билетик до какого города? В Воронеже. Да, Воронеже. В Воронеже, да. Интересно. Почему? Ну, потому что тоже город-миллионник, достаточно развитая инфраструктура и так далее, поэтому очень хотелось бы посетить. Да, так что ждем с нетерпением Воронежа. А вот следующие, следующие города, следующие поездки, там уже как-то вам будет учитываться ваше мнение, то, что тут я хочу поехать? Либо опять же будут такие же резкие звонки активной молодежи и, возможно, вы не попадете в эту делегацию. Вот как вам все это дело не раскроете? Будет учитываться. Будет учитываться. Все равно есть какой-то опрос, да, когда спрашивают у молодежи, какие города интересны, да, что хотелось бы посмотреть. Вот, поэтому я думаю, что наши мнения обязательно учтут. И зачтут. Я тоже в это верю, поэтому думаю, что все есть в те города, которые захотите. Кстати говоря, Настя, в какой город? Во все, вообще. Ух ты. Потому что в России я была только, ну, Москва, Московская область и города такие как, ну, Золотое кольцо. А вот подальше фактически нигде, ну, кроме моря, конечно. Поэтому я, и чем дальше, на самом деле, тем лучше. Куда-нибудь вот на Байкал бы вообще мечта. Как интересно, действительно. А северные города вас как не пугают, привлекают? У меня, на самом деле, мечта еще со школы побывать в Якутии, вот где я минус 70 градусов, прям обязательно исполню когда-нибудь. Девчонки, то есть валенки, шубу, перчатки, точнее варежки уже такие, знаете, и вперед, правильно, Екатерина? Ну, я бы... Билетик-то до чего уже закупаете? Хотел бы в Питере побывать, ну, потому что рассказывают, что там красиво, ну, конечно, погода там дождикой, но все же хочется и тогда там посетить, и Питер посетить тоже. А так тоже за все города. Ну, да, Петербург, наверное, один из красивейших городов нашей страны. Ну, погода, да, там вот такая, но я думаю, даже погода не испортит какого-то мнения. Вообще, я думаю, любая погода хороша, и с любой погодой можно себе какую-то свою прелесть, правильно? Да, между классом. Девушки, ну, от вас, опять же, слова пожелания, слова благодарственности, приветы, давайте. Вообще, на самом деле, как сдружились-то с группой? Вот вы буквально знаете друг друга там три дня, да, чуть побольше, может быть, перед отъездом. Как сдружились? Во-первых, с этим начнем, а потом уже пожелания. Катя? Ну, в группе вроде все хорошо, мы общаемся, узнаем друг друга. Я, конечно, хотелось бы пожелать самарцам раскрывать свои какие-то рамки, они все равно есть у каждого, вот, и покорять тоже многие города, как и сделали это мы, приехав в Самару. Если вдруг самарская делегация соберется в Москву, встретите, примите. Конечно, в удовольствии. И расскажем, что знаем сами. Хорошо. Маргарит, насколько активна ваша дружба сейчас в делегации, в малознакомой делегации, хочу подчеркнуть, ну, и что хочешь пожелать нашим детям? Ну, мы очень подружились, мне кажется, да, девочки? Ну, да, на самом деле, вы сидите, как будто вы подружки, как будто вы уже знаете друг друга, ну, не один год уж точно. Да, все хорошо, мы люди взрослые, очень контактные, поэтому нам было несложно найти вообще язык между друг дружкой. Вот, а в Самаре я хочу пожелать процветания и всего самого наилучшего, поэтому удачи вам. Анастасия, подари нам свои пожелания. Мои пожелания в Самаре, ну, наверное, чтобы развивали именно свой город, не уезжали в Москву и за границу, оставались в своем родном городе и продолжали активную деятельность, которую начали. Замечательно. Ну, девушки, я думаю, сегодня мы вот развеяли тот миф, что молодежь уже не та, точнее, негативный миф об этом высказывании. Действительно не та, действительно интереснее, действительно очень креативная и, я думаю, далеко идущая и много сделающая еще, правильно? Вы поддерживаете меня? Конечно. Что ж, ну, я вам желаю всего хорошего, желаю, чтобы действительно была большая карта России, карта мира и в каждом практически городке был какой-то свой флажок, о каждом городе было свое интересное воспоминание. Я надеюсь, о Самаре останутся только самые лучшие воспоминания у вас. Что ж, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, всего вам доброго. Смотрите «Универсальный формат» каждый будний день в 13.05. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова